И всем привет! Что-то давненько у нас не было всяких странных старитаймов, про всякие странные вещи. Ну вот, теперь будет. Видео я постараюсь сделать не слишком длинным, по крайней мере, ну, я рассчитываю на это. Дело в том, что я очень долго думала над новой темой для старитайма, и в голову пришла мне именно тема с фобиями. Ну, это легко, подумала я, и еще пару часов не могла написать сценарий. Очевидно, что я знаю свои страхи, я знаю, чего я боюсь, я не настолько дебил, как вы думаете. Но, знаете, перечислить их займет секунд 10. К тому же, кому на самом деле прям так интересно, чего ты там боишься? Интересно обычно другое. Истории, стоящие за всем происходящим. Ну, давайте я немножечко расскажу про то, что у нас сегодня на фоне. Просто у нас картинка максимально не подходящая под историю, но, увы, и ах. Это камишка с прекрасной женщиной, красивой. Очень понравилось ее рисовать. Просто арт слишком сильно не подходит под тематику. Было бы, конечно, лучше быть у меня что-то криповое на фоне. Но, увы, сейчас таких картинок у меня нет в распоряжении. Но, не важно. Так, ребят, начинаем. У моего мозга есть одна такая интересная особенность. Если произошла ситуация, которая меня слишком уж сильно травмировала, задела, обидела или напугала, ну, в общем-то, произошел какой-то стресс сильный, я через некоторое время буквально могу забыть о том, что это произошло. Естественно, это произойдет не сразу, может, через пару лет. Может, я даже не всю ситуацию забуду. Но какие-то важные детали или какие-то обстоятельства, слова, место действия, люди и прочее. Это все очень легко может выскочить из моей головы. Думаю, вы понимаете, к чему я веду. Очевидно, что, когда ты внезапно начинаешь чего-то бояться, это достаточно травмирующий опыт для мозга. И он такой, типа, ну, я не хочу это помнить. И забывает. В общем, я ходила туда-сюда в попытках вспомнить, с чего начались все эти самые фобии. Я пыталась там хоть как-то вспомнить, хоть какие-то ситуации связаны с этими страхами. И да, я, естественно, что-то вспомнила, раз я здесь сижу. Возможно, это ложные воспоминания или не самые первые. Но раз уж я реально напряглась для этого ролика, давайте я поделюсь с вами. Все равно, все, что я смогла вспомнить, ну, не очень-то много, на самом деле. Я с детства очень сильно боюсь темноты. Ну, по весьма банальным причинам, на самом деле. Мне кажется, большинство боятся темноты, особенно в детстве. То есть, как бы с возрастом этот страх обычно уходится. Не то, чтобы вот я прямо сейчас боюсь темноты, да. Я работаю по ночам, тут уже уставшему просто насрать. Если придет бабайка и заберет меня, пусть заберет, лишь бы больше не работать. Ну, то есть, очевидно. Я не знаю, как происходит это обычно у других людей, у вас, например. Но обычно, если я чего-то насмотрю стрёмного перед сном, или буду просто думать о всяких вещах, которые вводят меня в стресс. Ну, то есть, даже не прямо о каких-то криповых вещах. А прокручивать какие-то события этого дня, и они были не очень хорошими. Мне может потом начать мерещиться всякое в темноте. Очевидно, что люди не темноты сами боятся того, что могло бы быть в ней. У меня буквально недавно была такая ситуация, когда я посмотрела один тикток на 30 секунд про гадание, и про то, как если ты там гадаешь не тогда, когда надо, или ты там не умеешь, и все такое, ты там духов призовешь, и, ну, вроде логично, но я даже не гадала в ту ночь. Я в целом особо этим не занимаюсь. Но почему-то мой мозг пытался убедить меня, что в комнате какая-то нечисть есть, и прочая ерунда, что это вот я этими вашими тиктоками все призвала. В общем-то, в ту ночь я просто не спала вообще, и заснула днем. И да, я дебил, я осознаю, как на самом деле это тупо звучит. Но знаете, когда твой мозг чего-то боится, что бы ты ни делал, как бы ты ни понимал всю абсурдность ситуации, организм все равно будет стрессовать и заставлять вас чувствовать себя плохо. То есть, очевидно, я понимала, как это тупо звучит, но, увы, я абсолютно не могла успокоиться, и просто не спала всю ночь, я просидела с включенным светом, и просто работала. Темноте, я боюсь не прям, чтобы с рождения, поэтому ура, стритайм, вы тоже были до него. Раньше в моей комнате была кладовая с банками всякими, кучей левых вещей, типа такая кладовка маленькая, топовая, я бы сказала, света в ней не было, ибо, ну, зачем он открыл дверь, и как бы все видно. Она была довольно маленькая, чисто один человек туда мог зайти, что-то взять, ну, или ребенок там найти место и посидеть, что я обычно и делала. Без понятия почему, мне просто нравилось там тусить, на самом деле, просто прикольно. Я любила какие-то маленькие пространства и залазить туда, и... Вот однажды к нам в гости приехал мой брат, и мы закрылись в этой кладовке. Ничего мы там не делали такого, просто играли. Ну, а вот максимально внезапно, когда мы решили выйти оттуда, ручка с двери отвалилась. И я сразу скажу, что я вообще не была напугана, да и, в общем-то, он тоже. Мы как-то просто поржали и продолжили сидеть. И где-то через полчаса взрослые вспомнили про нас, пошли искать и открыли. Меня тогда наругали, не сильно, но не из-за ручки. Внимание, меня наругали, потому что я сидела в закрытом помещении наедине с мальчиком в темноте. Мне было лет 7. Не знаю, о чем думали тогда взрослые, но, видимо, не тем местом. Очень логичная ситуация. Ладно, история не про это. С тех пор я как-то начала избегать от укладов, хотя я, правда, не понимаю, почему мой мозг боится темноты из-за этого. Потому что я вроде как и не была напугана. А может и была, я просто и не помню. Да, не без суть. Также я не люблю быть одна в квартире или в доме. Да, я сказала, что не люблю, потому что слово бою и звучит очень тупо. Я нахожусь одна почти все свое время, но обычно я сижу только в своей комнате. Мне очень некомфортно быть одной в большом помещении. Поэтому я его как-то пытаюсь сделать меньше, что ли. У себя я держу дверь в комнату всегда закрытой, при том, что у меня в квартире есть еще одна комната, там кухня, прочее. И там никого нет, обычно. И никого не может быть, разве что мой кот. Но мой кот, он такой приходящий-уходящий. Он любит сидеть там, где сижу я. Просто любит внимание людей. И поэтому чаще находится, да, со мной. И за редким исключением. Иногда ей хочется поспать в другой комнате. Но обычно она просится ко мне самостоятельно. То есть, как бы, я осознаю, что все шумы в той комнате. Это она. В родительском доме, в деревне находиться еще более крипово. Поскольку дом, ну, просто большой. Ой, плюс идет еще от улицы и двор. Я не знаю, возможно, у меня какое-то ощущение, что кто-то сможет прийти ко мне. Я не услышу этого. Но когда я там нахожусь, у меня, вот знаете, как эффект с этих криповых картин. Вот вроде как к нам ничего нет. У кого-то они вызывают спокойствие, типа домик один на холме. Вот у меня это не вызывает спокойствие. Я начинаю стрессовать. И я не могу объяснить, почему я этого боюсь. Просто нет объяснения. Я, на самом деле, очень-очень долго думала и предполагаю. Хотя не очень сильно я уверена, откуда эта фобия. Но дело в том, что подобную историю я не могу рассказать на ютубе. Просто потому что я не уверена, насколько это этично. Или я не могу, на самом деле, даже подобрать слово. Она просто связана со смертью близкого мне человека. Поэтому я не буду ее просто рассказывать сейчас. Может быть, когда-нибудь потом. В любом случае, я считаю эту фобию у себя самой дебильной. Потому что она довольно сильно мне мешает жить. Одна открытая дверь. И я буду сидеть в стрессе, смотреть на эту дверь, пока не закрою. Ну, то есть, очень странно. Очевидно, что я буду из банальных вещей. Типа там, страх высоты. Но, на самом деле, я думаю, что это врожденный или что-то такое. Так что я не буду в этом разбираться. И заставлять вспоминать, откуда это пошло. Всяких стрёмных мужиков в ночное время суток, я боюсь. Думаю, тоже нет смысла объяснять. Еще я боюсь внезапной траты денег. Ну, это так, скорее, знаете, не совсем даже страх. Думаю, тут все, на самом деле, понятно. Что редко кому-то резко нужна большая сумма денег. И обычно это связано с чем-то плохим. Именно поэтому я не люблю подобные ситуации. Когда резко тебе нужно достать где-то какую-то сумму. Чтобы что-то сделать. В общем, ребят, как-то так. Какие у вас есть странные фобии? Ну, или просто какие фобии? Чего вы боитесь? Рассказывайте в комментариях. Я обязательно почитаю. Посмотрим, как мы справляемся с этим. Такие вот мы маленькие трусишки. Мне даже не стыдно, что я такая. Ну, бывает. В общем, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. ВК и инститтер. Всем отличнейшего дня. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»